Доброго дня всем любителям радиоэлектроники и микроконтроллеров. С вами канал Паяльник ТВ и сегодня мы поговорим на такую важную и касающуюся каждого радиолюбителя тему, как справка. Справка, как известно, нужна всем и всегда. А еще известно, что в самый нужный момент нужные справки, как всегда, не оказывается под рукой. Например, нужная книжка с нужной формулой лежит в какой-нибудь далекой Ленинской библиотеке, а мы в это время сидим дома и усиленно пытаемся что-нибудь творить. Но поскольку без нужной формулы творить не получается, наш запал угасает, желание заниматься любимым делом пропадает и время пиздарно проходит впустую. Кроме того, каждый радиолюбитель хотя бы раз в своей жизни был радионовичком, для которого проблема найти по-настоящему легкую для понимания статью, не перегруженную полезными, но совершенно бессмысленными в данный момент формулами, являлась первостепенной задачей. И, как вы уже поняли, сегодня мы познакомимся с решением всех наших бед. Решение называется «Электроник». И нет, в нашем случае это не мальчик-робот с повышенным IQ, а всего лишь навсего Android-приложение. За счет того, что приложение мобильное, оно всегда оказывается под рукой. А за счет своего содержания оно... Да, впрочем, сейчас сами посмотрим. Итак, давайте знакомиться. Приложение «Электроник» — это своего рода набор статей, которые позволят новичку въехать, а профессионалу вспомнить нужные и важные основы радиоэлектроники, познакомиться с практическими приемами опытных профессионалов, изучить схемы и еще много чего. Само приложение разбивает статьи на несколько частей. Давайте по очереди. На первой вкладочке содержатся теоретические сведения, которые помогут новичку быстро разобраться в основных положениях и основах электротехники, познакомиться с полезными законами, такими как, например, закон Ома и эффект Хола, быстренько пробежаться по тому, как работают основные электронные компоненты, с которыми любому радиолюбителю придется работать так или иначе, а также затронуть хотя бы на теоретическом уровне такие вещи, как микроконтроллеры, микросхемы, элементы пельтье и светодиодные индикаторы. Статьи, как вы уже поняли, содержат не привычные всем формулы и определения из учебников физики за 8 класс, но являются вполне себе понятными и легкими для прочтения. Так, например, давайте откроем какую-нибудь случайную статью и выясним, что такое диодный мост. Пробегаясь по статье, легко понять, что любой новичок, даже далекий от таких слов, как ток, сопротивление, напряжение, сразу поймет, о чем идет речь. Однако за кажущейся простотой слога содержится вполне себе годная теория. Так, например, в случайно выбранной статье о диодном мосте мы увидим и схему диодного моста, и как его рисуют на практике, и как он работает, превращая синусоиду в полуволну. И, кроме того, и это очень важно, мы увидим самый обыкновенный диод прямо на фотографии. В силу того, что статьи рассчитаны скорее на новичков, чем на опытных радиолюбителей, они не очень длинные, легко читаются и содержат только самые основные сведения, которые позволят просто разобраться в том, что и как работает. Возвращаемся в менюшку и переходим к самой важной части нашей работы – практика, без которой никуда. И практики у нас здесь на самом деле много. В первую очередь, по мнению авторов этого приложения, да и по моему собственному, начинающему радиолюбителю нужно понять, что такое мультиметр и как с ним работать. Давайте попробуем ознакомиться с этой статьей. Здесь нам скажут, что мультиметр – это самый важный и нужный предмет для радиоэлектронщика. Покажут нам его на фотографии. Обязательно расскажут о том, что мультиметр в режиме амперметра нельзя вставлять в розетку, потому что существует закон Ома, о котором мы уже должны были прочитать на предыдущей вкладке, и дадут парочку важных советов. Например, намекнут на то, что у хорошего мультиметра обязательно должна быть функция диодной прозвонки. Я с этим полностью согласен, а поэтому прекращаем читать эту статью и переходим дальше. После того, как мы предположительно разобрались с нашими измерительными инструментами, можно переходить к паяльникам и выяснять, что это наш самый главный инструмент, выяснять, что бывают они электрические, газовые, инфракрасные, а также термовоздушные. Обязательно расскажут о том, что мощность паяльника является основным критерием выбора. Обязательно расскажут, что помимо сетевых привычных нам паяльников бывают аккумуляторные, которые можно взять в поле. И обязательно напомнят о том, что выбирая паяльник, нужно также следить за типом жалу, который с ним можно использовать. После всего этого нам обязательно покажут замечательную картинку паяльной станции. Насколько я помню, это один из недорогих люкеев. Причем покажут ее так, что у начинающего радиолюбителя сразу возникнет желание ее приобрести и не мучиться со старым и не очень добрым в кои-то веке EPSN-40. После того, как мы разобрались и с паяльником, и с теорией, можно переходить непосредственно к производству печатных плат. Здесь, поскольку приложение рассчитано на новичков в радиоэлектронике, нам будут рассказывать не про какой-нибудь там сложный и не всегда понятный фоторезист, а про самый обыкновенный лут, поскольку лазерный принтер есть в доме практически у каждого. Покажут, какие мелочи можно запаивать при помощи лазерного утюженной технологии, расскажут о том, как, собственно говоря, изготавливать печатные платы. Не забудут упомянуть, что распечатывать шаблоны печатных плат нужно в зеркальном отображении, отобразят весь процесс в картинках, так что самый неопытный радиолюбитель станет сразу очень опытным, и покажут результат наших творений. Оп! И готовая печатная плата. После этого нам расскажут, что печатную плату нужно залудить, засверлить в ней отверстия, покрыть лаком, и переходить, собственно говоря, к напаиванию на ней элементов. После того, как мы и с печатными платами разобрались, разбираемся с основными элементами, все теоретические сведения для которых мы уже должны были в теории получить на предыдущей вкладочке, которая так и называлась. Давайте, к примеру, остановимся на том же диоде, поскольку диодные мосты мы уже разбирали. Здесь нам покажут фотографию диода и светодиода, и объясняют, что эти приборы работают на, по сути дела, одном и том же принципе, с незначительными оговорками, например, в слой люминофора на светодиоде. После этого нам покажут, как прозванивать диод, определяя полярность подключения его в схему. Расскажут о том, что сопротивление диода в прямом и обратном включении должно очень сильно отличаться. Здесь нам, кстати, пригодятся знания, которые мы получили, читая статью о мультиметрах. И расскажут о том, что стабилитрон – это тот же самый диод, который работает в нормальном режиме пробоя. Кстати, лично для меня, в то время, когда я был новичком в радиотехнике, принцип работы стабилитрона являл собой самую страшную загадку в силе. После того, как мы ознакомились с практикой, самое время переходить к полезным схемам, с которыми мы можем начать разбираться в электротехнике. Начинать будем с самого простого и самого полезного моргающего светодиода. Своего рода Hello World в программировании микроконтроллеров. Однако, как мы видим, нам предлагают собрать обыкновенную аналоговую схему без какой-либо цифровой схемы техники. Два транзистора – NPN и PNP, собственно моргающий светодиод, конденсатор, три резистора и источник питания в 4,5 Вольт. Что может быть проще? Однако, помимо схем, авторы приложения и, собственно говоря, авторы статей позаботились о том, чтобы у автора было еще и наглядное представление того, с чем ему предстоит сейчас поработать. Здесь нам и фотка самих резисторов, и подписанные выводы КТ-315 и КТ-361, которые я до сих пор путаю между собой, по многому потому, что я не работаю ни с тем, ни с другим транзистором, и собранная схема на макетной плате. Чего не хватает, так это видео работающего устройства. Но я думаю, в скором времени авторы приложения исправят эту досадную опущенность. После того, как мы с простыми моргающими светодиодиками наконец-то разобрались, мы можем заняться чем-нибудь полезным, например, выключателем. Ну вот, и схема посложнее, и макетная плата поинтереснее. Однако КТ-315 никуда не делись. Видимо, авторы статей руководствуются принципом «чем проще, тем лучше», который на самом деле разделяю и я. После того, как мы, по мнению авторов, собрали данное устройство, ну или хотя бы сделали вид, что собрали, нам расскажут о том, что на интернет-площадке Алиэкспресса есть уже готовые версии такого выключателя, которые остаются только собрать и спаять. После того, как мы разобрались со схемами и научились создавать устройства, самое время научиться их ремонтировать. Ремонтировать мы будем совершенно понятные вещи. Флешки, сенсорные экраны, мышки и компьютерный блок питания. Давайте посмотрим, что с ним может случиться. В отличие от большинства других статей, это не представляет собой список всех возможных неисправностей, зато позволяет быстро выявить самые распространенные из них. Так, например, в первую очередь нам советуют включить блок питания и посмотреть, не починится ли он после этого. Если не починится, необходимо проверить наличие дежурного напряжения на блоке питания и, в зависимости от того, что покажет рассмотренный в предыдущей вкладке «мультиметр», продолжать работу. В нашем случае проблема у автора статьи заключалась в неисправном стабилитроне, который он благополучно перепаял и вывел для себя совершенно понятный постулат. После того, как он перепаял еще и шимку, блок питания у него исправно заработал и продолжил обеспечивать стабильным напряжением весь его системный блок, чему автор был несказанно рад. Мы тоже обрадуемся этому замечательному событию и перейдем к следующей части приложения. Последний в списке, но не последний по значению, потому что мой личный опыт подсказывает, что как минимум половина радиолюбителей становятся таковыми только из-за цифровой схемотехники. Здесь же нам представляют целую кучу всего. И на самом деле, насчет разработчиков данного приложения, следует записать большой жирный плюс, из-за того, что рассмотрение микроконтроллеров они начинают с настоящих контроллеров семейства AVR, а не с платформы Arduino, которая, разумеется, подойдет любому новичку, но оставит неизгладимые, но совершенно неправильные представления о мире встраиваемой электроники. Давайте для примера откроем статью с многообещающим названием «Добро пожаловать в мир AVR». После сильной и яркой агитации за использование микроконтроллеров в домашних радиоустройствах, нам предлагают различные варианты корпуса одного и того же микроконтроллера. В нашем случае это старая добрая от Mega 48, которую я несказанно люблю. Нам расскажут о том, как считать выводы в дип-корпусе, и это загадка вселенной номер 2 сразу после принципа работы стабилитрона для меня в мою бытность новичку. После этого нам покажут распиновку чипа, и расскажут о том, что для того, чтобы использовать микроконтроллеры так, как нам хочется, их нужно запрограммировать. Программировать мы их будем на примере обычного моргающего светодиода. Как я уже говорил, это своего рода Hello World для мира мбейнга. Авторы статьи нам опишут алгоритм, который мы должны реализовать на нашем с вами микроконтроллере. Покажут, что случится, если какой-то этап из этого алгоритма мы пропустим, и расскажут о том, что в следующей части мы наконец-то напишем с вами настоящую программу для нашего с вами настоящего микроконтроллера, который будет мило моргать ножками. Перейдем к следующей части нашего приложения, а именно к настройкам. Эта плевизь еще и настраивается, да. Поскольку статьи скачиваются из интернета, а интернет у нас есть не всегда и не везде, например, на некоторых станциях подземки, разработчики приложения позволяют нам сохранять статьи в офлайн-хранилище и перечитывать их на сон грядущий. Кроме того, все эти полезные статьи в приложении не только содержатся, но и активно в него добавляются. Для того, чтобы опытный или не очень опытный радиолюбитель не пропустил какое-нибудь полезное обновление, приложение сможет известить его пушиком в строку уведомлений, откуда сразу эту полезную статью можно будет прочитать. Ну или не прочитать, никто не заставляет. Кроме того, мы можем сразу написать разработчику, посмотреть данные о приложении и поделиться каким-нибудь важным и полезным замечанием в сообществах ВКонтакте или на Фейсбуке. Согласитесь, что социальные сети уже давно и прочно вошли в нашу жизнь, а значит глупо было бы их игнорировать. Итак, резюмируем. Приложение Electronic является незаменимым самоучителем для новичка, который отчаянно горит желанием стать настоящим радиолюбителем и собирать прикольные штуковины из подручных материалов. Используя приложение Electronic, такой новичок сможет очень быстро набраться полезного и незаменимого опыта, который в свою очередь сможет, если не заменить, то дополнить знания такого новичка. И профессионалам же данное приложение позволит быстро и незатейливо вспомнить какой-нибудь постулат электротехники. Например, я постоянно забываю пресловутый закон ОМА. А на этом у меня все. С вами был канал Паяльник ТВ. Пользуйтесь классными приложениями, которые можно положить себе в карман. И всего вам хорошего. Всем три. Субтитры создавал DimaTorzok